10 декабря новый директор Дома культуры Жуков Николай Юрьевич в 9 часов утра открыл запасной вход, расположенный за сценой, и впустил на территорию Дома культуры 10 человек в масках, которые представились новым ЧОПом Дома культуры, и они отказались выходить из Дома культуры. В настоящий момент они по-прежнему там находятся, дислоцируются. С утра я провела проверку, обнаружила в помещении артистическое место, где они спали, то есть там были разложены матрасы, раскладушки, то есть они решили жить у нас в Доме культуры. Многие годы я и мои дети ходили в ДК и были очень довольны теми кружками, которые там были. Сейчас происходит очень странная ситуация. Кружки закрыты, договор аренды не заключен, не продлен, и мы не понимаем, кто эти люди, которые находятся внутри, в здании ДК, потому что ведут они себя агрессивно, и сейчас якобы, что все будет хорошо, но мы понимаем, что я, например, не могу отпустить своего ребенка теперь одного гулять по улицам ДК, около ДК, потому что я не верю, что эти люди, которые представляются охранниками, и якобы они защищают интересы жителей, что они будут вести себя безопасно по отношению к моим детям. И мне кажется, что нужно привлечь обязательно внимание прокуратуры, внимание следственных органов к ситуации, которая происходит вокруг Дома культуры. Я являюсь родителем несовершеннолетнего ребенка, который посещает занятия в ДК. В данный момент ДК закрыта. Сегодня пятница, в четверг его закрыли, в связи с рейдерским нападением, вероломным, я не знаю, как назвать, захватом просто здания со стороны новоявленного директора, назначенного администрацией при поддержке Рота Агро, который якобы заключил договор с новым ЧОПом. Естественно, это все фейк. Здесь вчера на улице стояло, наверное, человек 15 молодых ребят, спортивные, наружности. Многие из них отслужили в армии. Видно, что это даже не школьники, которые ранее ходили, распространяли газеты и подписи собирали, а взрослые парни, которые здесь были поставлены, чтобы в случае, если подойдут мужчины, сделать провокацию и, я не знаю, устроить драку. Потому что вчера девушка просто засняла, как за углом стоял видеооператор, и рядом с ним дядечка такой, который из-под тишка все это снимали. То, что показывают у нас провластные СМИ, это чушь, ложь и провокация. Есть большая серьезная проблема. Ее пытаются вывернуть так, что Грудинин-подлец лишил детей занятий. Это неправда. Я знаю, что Павел Николаевич, он всей душой переживает за детей. И любой ребенок, который к нему подходит на встречи, на улице, он обязательно обнимет, приласкает, очень любит рисунки. И все, что касается социального благополучия детей, это в первую очередь его забота, его переживание, его труд. Я надеюсь, что все-таки правоохранительные органы обратят внимание и не поступят со своей совестью и честью, и не пролягут, как прокладка под роту Агро. Потому что роты Агро очень большие деньги вкладывают в этих тетушек. Они мне сами говорили, что это все за большие деньги эти люди стоят. Вы знаете, мы в совхозе живем уже лет 10. Место искали, где жить с семьей по всей России. И нашли единственное место, где мы чувствуем себя прекрасно. Это лучшее место. И я говорю это без сарказма. Я всем говорю, приезжайте, посмотрите. Такого просто нигде нет. Я много путешествовала по миру. Я знаю, что о чем говорю. Это все, что здесь есть, здесь все для детей. Мы просто в восторге. И что сейчас происходит в совхозе, мы в ужасе. В ужасе мы, в ужасе дети. У меня вчера приходит дочка с садика. Она просто плачет. Мама, что случилось? Говорят, дека захватили. То есть дети между собой говорят, а что происходит, на самом деле не понимают. И, конечно, я ей пытаюсь объяснить, чтобы она поняла, что ничего страшного, дека откроют. Павел Николаевич, это, понимаете, он побольше таких людей. Павел Николаевич необыкновенный человек. Он все делает для детей. Вот сколько мы здесь живем, понимаете, каждый раз что-то здесь меняется. Все в лучшую сторону. Каток для детей, парки для детей, сады необыкновенные, школа самая лучшая, бассейн открыли, фитнес бесплатный. Здесь все бесплатное. Со всей Москвы, со всей России приезжают детки в парк сказок. Самый лучший парк. Вы посмотрите, где такое. И что сейчас происходит, пытаются захватить ДК. Кто эти люди? Вчера пригнали 20 здоровых мужчин в рабочее время. Смеются нам в лицо, говорят, а где же ваши мужики? А где наши мужики в рабочее время? Наши мужья, мой лично муж и все остальные. Они на работе в рабочее время. А что эти здоровые молодцы делают в рабочее время? Бородатые, здоровые, крепкие ребята. Они приехали с кем? С нами, с мамочками, с малышами разговаривать? Или что они здесь стоят, охраняют? Кто это такие? Документы не предоставляют. Стоят, смеются нам в лицо. Мы здесь стоим. К девушке мы на свидание приехали. В футбол поиграть. Издеваются, понимаете, просто издеваются. Да, я верю Павелу Николаевичу. И у меня абсолютно нет сомнений, что он полностью возьмет под свое крылышко всех сотрудников ДК. Также наших деток. Моя старшая дочка ходит уже несколько лет в ДК. Все кружки бесплатно. Мы ходим на художку. Мы в том году ходили на танцы. Мы уже несколько лет ходим на пение. Слушайте, прекрасные преподаватели, замечательная ДК. Что происходит? Зачем хотят отобрать? Вы понимаете, мы местные жители, мы не понимаем, для чего все это делается. Почему, кому это выгодно, с какой целью? Мы ждем ответов. Мы все здесь. И если надо будет, поднимем народ, весь совхоз. И будем приходить и выступать за Павла Николаевича. Происходит какой-то кошмар на самом деле. Потому что в совхозе становится совершенно небезопасно. Это непосредственно касается тех лиц, которые появились у нас в поселке. Страшно ходить по улице, потому что ходят какие-то группировки совершенно непонятных лиц. Они не факт даже, что совершеннолетние, но они настроены весьма агрессивно. Во-первых, это касалось той встречи, которая проходила с жителями новой администрации совхоза. Компании Рота Агра. Потом та встреча, которая происходила вчера у ДК непосредственно. Ну, страшно. Не хочется в такой атмосфере реально жить. Потому что кто поведет детей в кружок, где на охране, простите, какие-то головорезы. И не факт, что они на самом деле хотят безопасности. Они, может быть, хотят просто территорию отвоевать. Тут не идет речь о защите детей и тем более интересов граждан. Это все такая показуха. У нас, получается, земля лакомый кусочек. Какая она ухоженная, какие у нас пруды. Кто не приезжает к нам, все просто в восторге, потому что такого нигде нет. Даже в Москве, где такое же бесплатно для людей, кто-то из у нас депутатов, градоначальников, создал такую красоту, какая она сейчас есть в совхозе. У нас люди уважительно относятся к имуществу. У нас люди наслаждаются и все благодарны Павлу Николаевичу. И люди, которые сейчас пытаются доказать, что они новая власть, они выступают в интересах только в своих. Они отбирают эту землю у человека, который в нее вложил свою душу, свой труд. И потом, я не знаю, что будет потом. Потом мы никуда не войдем, будем гулять, я не знаю, по дорожке вдоль школы, если нам разрешат там гулять. Что? Ну, вообще, все это страшно и печально. А эти люди, которые молодые, несовершеннолетние, которые ходят везде, агрессивно настроены, с какими-то плакатами. Покажите настоящих жителей, которые объективно тут растут, живут, возят своих детей. Покажите, кто против Павла Николаевича. Кто? Все его всегда с улыбкой встречаются, всегда с ним здороваются, все в лицо его знают. Он столько для нас сделал, он какие праздники нам устраивает. В прошлом году на Новый год безвозмездно дарили детям подарки с шоколадными вкусными конфетами. Да ребенок счастлив был без ума. Какие праздники он устраивает, какие концерты. Все просто от чистого сердца. И когда он позиционирует то, что если ДК сейчас не договорится с руководством, если не удастся у них насчет аренда, там вопросы решить, и он возьмет под свою опеку ДК с кружками, я в это верю. Он все делает для жителей, он все делает безвозмездно. Просто я этим всем пользуюсь, пользуется моя семья и пользуется мой ребенок. Поэтому я в это верю. А те люди, которые сидят, говорят, что это все коммерция, это все... На встрече с представителями администрации, если не ошибаюсь, она была в среду, приходили мужчины какие-то вообще, которые в поселке, их видеть никто никогда не видел. Они говорили, вы что, это коммерция, Павлу Николаевичу неинтересно делать все в ущерб себе. Да он все тут сделал в ущерб себе. Он все сделал в ущерб себе. Если бы он не делал это все в ущерб себе, тогда бы он являлся единственным собственником компании ЗАО совхоза имени Ленина. Я не знаю, что сказать. Мне душа болит, вот просто болит душа из-за того, что тут все происходит несправедливо. И, к сожалению, власть пока не на нашей стороне. Не хотят слышать граждан. Господин новый директор ДК, в общем, его и господином-то нельзя назвать, говорил о культуре и о доверии. О какой культуре может идти речь, если он через слово употребляет блин? И я понимаю, что я не хочу, чтобы мои дети даже этого услышали. Мы в нашей семье так не разговариваем. О каком доверии может идти речь, если 8-го числа вечером он обещает одно, он говорит о том, что будет налажен диалог, а 10-го рано утром он запускает наемников, по-другому не скажешь, в здание, где занимаются мои дети. Я не верю людям, которые пришли сейчас и хотят заниматься делами нашего ДК, делами того, кто будет учить моих детей. Я не верю и не хочу их видеть. Продолжение следует...